Вернемся к новостям из Стамбула. По уточненным данным, среди жертв атаки на аэропорт Татюрк есть один гражданин Ирана. Ранее судмедэксперты смогли опознать 27 человек, в основном это граждане Турции, а также один украинец. В турецком парламенте обещают сделать все возможное, чтобы помешать террористам проникнуть в страну. Тем временем британский МИД опубликовал предупреждение, сообщив, что по его данным, подданным королевству сейчас опасно посещать территорию Турции. Сообщение также приходит о 15 детях из Татарстана, которые накануне не смогли вернуться домой из Турции из-за теракта в аэропорту. Все они участники танцевального коллектива «Бисеринки». Вчера их рейс отменили, они провели ночь в Стамбуле. Сегодня они выложили в интернет видео, чтобы успокоить своих родных и близких и дать понять, что у них все хорошо. А родители, тем не менее, хотят, чтобы дети как можно скорее смогли вылететь из Турции. Правительство занимается билетом, сейчас покупают и решают возврат. По вопросу возврата говорят, что обещают, что сегодня они прилетят. Ночью были испуганы все. А уже утром все спокойно. Их в отель разместили, накормили. Значит, вот сейчас, я говорю, их переместили в другой отель. Вот уже там занимается, я так понимаю, что представитель из Татарстана, из России. Все нормально, детьми занимаются, дети живы-здоровы. 15 детей. И руководитель. 11-12 лет. Так что все нормально, возвращаются с победой, заняли первое место на международном конкурсе. Мы их ждем. А какое у них вообще психологическое состояние? Великолепное. Немножко повыновались, а сейчас все хорошо. Продолжение следует.